Друзья, всем привет! Постепенно вкатываемся в Новый год. Скоро видео будет выходить чаще, и сегодня суперполезное видео. Мы разберем все прилагательные наречия с устойчивыми предлогами. Что это значит на практике? Смотрим здесь. По-немецки, кстати, называется Например, abhängig переводится зависимый. Но как сказать зависит от или зависим от? Это будет abhängig von dativ. И к каждому слову с предлогом мы будем давать пример, который я также, конечно же, переведу. Итак, wir sind alle abhängig von unserem Einkommen. Мы все зависим от нашего дохода. В принципе, von и переводится чаще всего как от. Хотя у каждого предлога есть множество разных переводов на другой язык. А где-то это будет совпадать, похоже на русский язык, где-то нет. И сразу предупрежу, что видео сегодня получится довольно-таки длинным, с огромным количеством новых слов и другой полезной информации. Не пытайтесь его воспринять за раз. Это будет перенагрузка нашего мозга. Делайте паузы, пересматривайте, повторяйте, записывайте. И тогда все обязательно получится. Поехали. Angenehm переводится приятно. Температура такая приятна для тебя. В принципе, тоже для основной перевод für. Приятен для, angenehm, für. И смотрите, как мы работаем. Если стоит восклицательный знак, то это слово особо важное. То есть оно необходимо уже на уровне А2. И будет круто, если вы будете знать эти слова на уровне А1. Слова без восклицательного знака встречаются в обычной речи, да и на экзаменах, намного реже. И таким образом, если ваш уровень B1, B2, эти слова знать желательно, опять же, с управлением. Управление это так называют в русской грамматике предлоги. Если ваш уровень А1, А2, то можете эти слова просто пропускать. Так как основное количество изучающих немецкий на этом канале все-таки уровнями пониже, то вот это давайте мы оставим на десерт, на потом и вернемся к ним, когда пойдем по второму кругу. Сначала разбираем только слова с восклицательными знаками. Итак, эргарлич auf akkusativ. Давайте прочитаем пример. Nach dem Streit war er ärgerlich auf sie. После ссоры он был злым на нее. И что важно здесь понимать? Ранее на этом канале был ролик, где мы разбирали все необходимые глаголы с управлением. Да, интересоваться чем-то. И как вы видите прямо вот здесь, если вы знаете хорошо управление глаголов, то здесь чаще всего все будет один в один совпадать. И это сильно облегчает задачу. Также вы можете начать учить с прилагательных, а потом переходить к глаголам. Ссылка на тот ролик с глаголами, который, в принципе, намного чаще используется в обычной жизни, внизу в комментариях, как обычно. Если вдруг что-то непонятно, так же, как обычно, спрашивайте в комментариях, всегда отвечаю. Итак, считаем примеры. Это всегда очень важно. Не просто учить слово, а именно учить слово в примере. Так, этот пример мы разобрали. А злиться на кого-то? Злиться из-за чего-то. Как бы дословно выпада, но из-за отмены, по смыслу. Из-за отмены представления зла. Также можно перевести все равно через глагол. Публика злилась. Смысл от этого не изменится. По-немецки тоже можно сказать, что публикум ärgert sich über den ausfall der vorstellung. Злиться. Окей. Befreundet mit. Быть с кем-то в друзьях, как бы. Ist она mit ihm befreundet? Она с ним дружит. Begeistert von dativ. Быть восхищенным чем-то. Die Kinder waren vom Auftritt begeistert. Дети были восхищены выступлением. Bekannt für accusativ. Быть известным из-за чего-то или быть известным чем-то. Dieses ресторан ist für ein gutes Mittagsmenü bekannt. Этот ресторан известен своим хорошим обеденным меню. То есть предложением, которое они дают на обед. Быть с кем-то знакомым уже. Ich bin nicht mit dem Bundeskanzler bekannt. Я не знаком с Bundeskanzler. Кстати, если вы до сих пор не знаете, почему nicht, вот конкретно в этом предложении, стоит здесь, а не на предпоследнем месте, то также спрашивайте. Объясню. Beliebt bei dativ. Любим кем-то? Der Film ist bei jung und alt beliebt. Film, любим. Старый млад, что называется. У стариков и у молодежи. Нормальным языком мы переведем, но это устойчивое выражение, поэтому никаких окончаний здесь нет. Bereit zu dativ. Готов к чему-то? Der Täter war zu allem bereit. Преступник был готов на всё. Видите? Получается, как бы готов ко всему или на всё. В принципе, ко всему будет так же, и мы только по контексту можем понять, как это лучше перевести. Der Täter – это преступник от слова tat. Tat – это какое-то преступление. И Täter – это скорее содеявший что-то. Вот слово делать, содеявший, совершивший. Это композиторша знаменита своими сонатами. В принципе, кто не любит феминитивы композиторша, можно сказать, этот композитор, но это девушка, конечно же. Пропускаем сложные слова, редкие слова. Они не всегда сложные, но они просто реже встречаются, поэтому просто не такие важные для свободного общения. Дети стали злыми на своих родителей. Быть благодарным за что-то. Мы благодарны любой помощи или за любую помощь. Кстати, давайте дальше немножко изменим формат, совсем чуть-чуть. Я читаю это слово и не перевожу его, и у вас есть чуть-чуть времени подумать, знаете вы его или нет. Так даже интереснее. А потом уже в примере я переведу, и всё станет понятно. Либо тогда вы доучите его, выпишите, либо убедитесь, что вы его правильно, хорошо знаете. Итак, ein Verstand mit Dativ. Ich bin mit allem ein Verstand. Я совсем согласен. Вот здесь интересный момент, поподробнее. Они разошлись. Будет нормальный перевод на русский язык. Но по факту они отделились друг от друга, потому что entfernt это вообще на удалении быть. Entfernung, удаление, расстояние. То есть они теперь на расстоянии друг от друга. Также эта связка очень часто используется, когда мы говорим Мой офис далеко удалён от моей квартиры. Нормальным языком он на большом расстоянии, он далеко от моей квартиры. Я уже готов с заданиями или литературный перевод. Я уже закончил мои задания. Что-то заканчивать это. Fertig sein mit Frei von Dativ Das Produkt ist frei von Scharnstoffen Этот продукт свободен от всяких вредных веществ. Freundlich zu Dativ Die Angestellte ist freundlich zu den Kunden Чиновница Не чиновница, а служащая Чиновница будет die Beamtin Чин, а служащая То есть просто какой-то нанятый сотрудник в любом месте Дружелюбна клиентам Она была рада из-за результата Почти стишок получился Так пропускаем Она как бы нервирована своим братом Но по факту ее брат ее нервирует Это достаточно для всех Или этого достаточно для всех Мы уже абсолютно заинтригованы Как бы в ожидании вашего ответа А дословно заинтригованы Захвачены На ваш ответ Gewöhnt an akkusativ Sie hatten sich schnell an die umstände gewöhnt Они быстро привыкли к обстоятельствам Glücklich über akkusativ Die Schüler sind glücklich über die Ferien Дети счастливы Из-за каникул Или каникул Gut in Ich bin gut im schwimmen 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 Gut zu dativ Du bist gut zu den tieren Ты хорош К зверям Но ты хорошо относишься к зверям Так мы скажем Нормальным языком опять же Hüftlich zu dativ Bitte sei hüftlich zu den anderen Пожалуйста, будь вежлив К другим Или с другими Leicht für akkusativ Das ist zu leicht für mich Это слишком легко для меня На самом деле, как вы видите в некоторых моментах Für это и есть основной перевод его для И можно было бы это слово не добавлять в этот список Потому что это очевидно элементарно А вот такие моменты, когда не очевидно И здесь таких тоже много Например, злиться Из-за чего-то Это sich ärgern über Или ärglerich sein über Вот там действительно нужно учить отдельно и обязательно в контексте Еще раз повторю Крайне важно Никогда не учите вот просто Leicht für Или lieb zu Всегда учите примеры Не обязательно эти Хотя пока они у вас на экране Проще всего так сделать А любые примеры Любой контекст необходим Чтобы вы вкатывались в немецкий язык и начинали его по чуть-чуть чувствовать Sei lieb zu deiner mutter Будь мил к твоей маме или с твоей мамой Müde von dativ Ich bin müde von der Arbeit Я устал усталый от работы Neidisch auf akkusativ Er war neidisch auf seine Schwester Он завидовал своей сестре То есть если я кому-то завидую Я говорю Ich bin neidisch auf dich Я завидую тебе Net zu dativ Wenn du net zu mir bist kann ich dir helfen Если ты будешь мил со мной Я могу тебе помочь Neugierig auf akkusativ Sie waren schon ganz neugierig Порядок важен для обзора Имеется в виду, что если все лежит на своих местах то все лучше видно, чем в беспорядке Offen für akkusativ Ich bin offen für alle deine Vorschläge Я открыт ко всем твоим предложениям Reich an dativ Orangenzaft ist reich an vitamin C Apelsиновый сок богат витамином C Вот как раз ради таких примеров мы и проходим этот список Потому что богат чем-то Reich an Schädlich für akkusativ Zu viel Zucker ist schädlich für deine Zähne Слишком много сахара вредно для твоих зубов Schuld an dativ Sein schlafmangel ist schuld an seiner schlechten Laune Его недостаток сна виновен в его плохом настроении Schwierig für akkusativ Es ist schwierig für mich Либо уверенный, либо что-то надежно, точно Много переводов на самом деле И само то слово, оно конечно же важное и полезное Но оно очень редко используется именно с управления Поэтому восклицательный знак я не поставил И оно используется в абсолютно разных контекстах Может быть, когда-нибудь Я его даже разберу в отдельном шортсе Да, многие знают уже Я снимаю шортсы Видео до минуты длиной Чаще всего 40 секунд примерно И там я по какому-то одному слову или какой-то одной как раз связке Например, вот такое слово вполне бы подошло Как сказать, я горжусь тобой Ich bin stolz auf dich Вот таких моментов по одному слову за раз Очень много И если вы еще шортсы не смотрите на этом канале То смотрите Это очень просто На ежедневной основе Что-то повторять Что-то узнавать И усовершенствовать свой немецкий язык Также, раз уже мы остановились Список, я думаю, почти подходит к концу Но понятно, что за раз Это никогда в жизни невозможно выучить Я бы на вашем месте Возможно, прослушал бы сейчас спокойно весь список Моментами бы Нажал на паузу Записал какую-то новую информацию А потом пересматривал Переслушивал Именно для проверки А учить надо уже По одному Или максимум по два слова в день И опять же повторюсь Только с примерами Traurig über accusative Sie war traurig über das Ende der beziehung Она была грустна Из-за окончания отношений Typisch für accusative Es ist typisch für ihn Dass er zu spät kommt Для него это типично Что он приходит слишком поздно Überrascht von Ich bin von deiner einstellung Überrascht Я удивлен твоим настроем Einstellung – это вообще Настройки, например, компьютера, телефона, телевизора Но также если про человека Мы говорим Это настрой Его как бы Система взглядов Что ли На какую-то проблему Еще один вариант Здесь очень будет Тонкая разница На самом деле На начальном уровне Ее понять будет Невозможно А вот на уровнях повыше Попытаемся разобраться Бабушка и дедушка Были удивлены Посещение И давайте объясню Вообще Überraschung Это сюрприз Существительное И как правило Используется именно Вот эта модель Быть удивленным Чему-то И именно В позитивном смысле Здесь мы будем Говорить О каком-то событии А вот Überrascht von Чаще всего Используется Быть удивленным Кем-то То есть Ich bin von dir Überrascht Ворден Здесь прям Пассив просится Но это опять же Для повышенных уровней Быть удивленным Кем-то А это Чем-то Почему здесь Создатели этого списка Дали нам Именно такой пример Я сказать Не могу Если вы вдруг скажете Ich bin über deine Einstellung Überrascht Это звучит абсолютно Нормально Тоже Потому что С неодушевленным Опять же Чаще всего Über И чаще Возможно Имеется в виду Знаете как перенос Что я тобой удивлен Твоим настроем По факту Ты же Представляешь собой Твой настрой Твою систему Взглядов На эту проблему Поэтому Вот так вот Фон И еще и Скорее всего Имеется в виду Негативный смысл В общем Тоже Такие сложные моменты Я всегда Ученикам говорю Не запаривайтесь Когда-нибудь Вы это поймете Просто на подсознании Но это Надо провести Много времени В общении с немецким языком С немцами А пока Выучите Вот основной момент Который вам И будет Надо Необходим В девяносто процентах Случа Вообще Это убежден В чем-то Я еще не убежден В твоей идее Как-то не очень Звучит Что имеется в виду Опять же Как бы Когда ты Долго в языке Ты это понимаешь Само собой А Если не долго То приходится Объяснять Саму мысль Соль Этой фразы Что Я еще не уверен Что твоя идея Правильная Вот так звучит Намного Лучше Дальше Посмотрим Здесь большой блок Когда у нас просто Абхингих Было выше Зависим Унабхингих Независим Ангенем Приятен Унангенем Неприятен Белит Любим Унбелит Нелюбим Управление везде Точно такие же И отдельно Разбирать это Не стоит Если вдруг У вас Какой-то из вот этих Вот примеров Вызовет вопрос В плане построения Перевода Обязательно Спрашивайте Я вам сразу Напишу Нормальный перевод Литературный Что имеется ввиду А в остальном Это абсолютно Ровно то же самое Что эти слова Которые уже выше У нас везде Встречались Только в отрицательном Формате Далее Как долго ты уже С ней Женат Ну по-русски На ней Женат Он Вот здесь Они неправильный Пример провели Он влюбился В свою лучшую Подругу И здесь Это именно Глагол Если они хотят Если бы они Авторы этого списка Соблюдали Лучше Систему Просто Порядок То бы Пример был такой Он влюблен Он каков Тогда бы это было наречие В данном случае Это именно глагол Он влюбился И вот как раз Такие глаголы Мы разбираем В другом списке Который на канале Уже давно Ты с королевой В родственных отношениях Или ты родственник королева Забавный пример Это важно для результата Что ты Все шаги Будешь Соблюдать Кстати, хорошее предложение Так я обычно говорю Всем людям Которые хотят Освоить падежи И говорить свободно В немецком Не путаясь И так далее Важно соблюдать Все шаги Которые я даю В этой теме В том видео В том уроке Где я объясняю Тему падежи Вутент Auf аккузатив Ди Эльтерн Ван вутент Auf di kinder Родите Были злы Или это Глагол Намного сильнее Чем бёзы Родители Были в ярости На детей Вутент Über Аккузатив Ди фэнс Ван Убы Шайдун Вутент Фанаты Были Решению Судьи Опять же, фанаты были из-за решения судьи в ярости. То есть, вютнят аух быть в ярости на кого-то, вютнят уба быть в ярости из-за чего-то. В данном случае, для решения судьи из-за решения судьи. И последнее. Зуфриден мит датив. Дер шеф вар мит seiner лейстунг зуфриден. Шеф был своим результатом доволен. Результатом также это может быть какое-то достижение. И перед тем, как мы перейдем к разбору слов для повышенных уровней, таких как ангезейн, я хотел бы отметить два момента. Первый. Тот материал, что вы видите на экранах, я выложу в телеграм-канал. Как только данное видео наберет 2000 лайков, поэтому не стесняемся, ставим лайки. Кроме того, в телеграме, ссылку на которых вы видите на экране, а также в первом закрепленном комментарии. Вы можете найти материалы ко всем предыдущим видео, урокам с этого канала. И второй момент. Те из вас, кто на канале уже давно, знают, что в прошлом году у меня вышла книга. Это художественная литература. Роман называется «Все, во что ты веришь» и повествует о жизни. Если очень коротко, это что-то вроде ремарка, только в современном мире. И эту книгу вы можете купить не только на Озоне, как вы видите на экранах, но и на Wildberries и в Лабиринте с доставкой на дом. Больше про книжку рассказывать я, наверное, не буду как-то нахваливать. Просто покажу пару комментариев от тех, кто книжку уже прочитал, от подписчиков, кто ее купил и прочитал. И давайте поступим так. Итак, те, кому интересна художественная литература и, в частности, мой роман, останавливаем это видео, ставим на паузу, читаем комментарии, просто чтобы решить, покупать или не покупать. Те же, кто здесь исключительно за немецким, продолжаем обучение. Итак, Разбираем на примере. Королевская семья очень уважаема в народе. Я не завишу от твоего ответа. Так можно это перевести. Или что твой ответ не играет никакой роли в моем будущем решении. Довольно сложный глагол, точнее, прилагательное. Не так часто оно используется, поэтому мы его оставили для повышенных уровней. Дальше. Ты можешь мне помочь с мойкой? Итак, это слово, в принципе, довольно-таки легкое, с одной стороны, потому что все знают helfen, помогать. Но именно как прилагательное, в русском даже, наверное, нету такого перевода, нету такого слова, помогать, как прилагательное или наречие. Оно не так часто используется и в немецком языке. Поэтому мы его оставили на потом. Дословно, она была озабочена своими растениями, но имеется в виду, что она постоянно о них заботилась, думала. Тоже, в принципе, Беспокоиться из-за чего-то. Довольно популярная фраза. Я беспокоюсь о моих детях. Также многие знают. И именно в виде глагола намного чаще используются, поэтому я не только сложные слова оставил, я скорее оставил здесь редкие слова, которые реально вот в таком виде не так часто можно встретить в немецком языке. Опять же, авторы этого списка все-таки глагол здесь дали, не совсем правильно они поступают. Они не хотели принимать участие в этом подарке. Ну, то есть, скидываться. По факту надо было написать, мы можем перефразировать. То есть, они не приняли участие в этом подарке, не скинулись. Нас беспокоит развитие какого-то процесса, то есть, развитие, допустим, проекта. Да, беспокоит, мы обеспокоены, так лучше будет. Он был бледен от страха. Само слово бледен, в принципе, тоже не супер редкое, но вот именно быть бледным от чего-то пореже встречается. А кроме того, можно легко запомнить, многие знают, что бояться, это Angst haben vor. А тут блас vor. Ну, то есть, он ревновал, что его друг с кем-то другим общается. Ну, в основном, конечно, это про парочки говорится, и можно сказать, Он был очень ревнив к своей жене. Так будет логичнее. Эта презентация была решающим моментом, как бы, для договора или заказа. Чтобы получить заказ, надо было провести презентацию очень хорошую, и после этого заказчик принимал решение, будем мы подписывать этот заказ или нет. Auftrag, заказ. Vertrag, договор. Entschlossen zu dativ. Die Patienten hatte sich zur Operation entschlossen. Пациентка решилась на операцию. И опять они используют глагол. В общем, двойка им за логичность этого списка, потому что дают прилагательное. А в итоге, в примерах, у нас глагол. Но, как я уже говорил, часто у нас глаголы прилагательные где-то рядом идут. И, в принципе, в русском языке это также работает чаще всего. То есть, допустим, я зол на тебя, наречие прилагательное. Я злюсь на тебя. Глагол. Учительница была в шоке, в ужасе от поведения учеников-школьников. В ужасе. Entschlossen. Er freut über akkusativ. Wir sind über die guten Neuigkeiten er freut. Мы рады хорошим новостям. Er stand über akkusativ. Ich bin erstaunt über deine Fortschritte. Я удивлен твоему прогрессу. Fähig zu dativ. Многие знают die Fähigkeit, способность. В этом, как существительное, намного чаще используется. В данном же случае смотрим. Sie hätten niemals gedacht, dass er zu so etwas fähig ist. Они никогда бы не подумали, что он способен на такое. Вот это конъюнктив 2 в прошедшем времени. Они никогда бы не подумали. Тоже тема, которая нужна, только начиная с B1. Многие даже на B1 ей не владеют. Именно конъюнктив 2 в прошедшем времени. На канале она разобрана. Если ваш уровень высокий, спрашивайте, кину ссылку. Fertig mit dativ. А, нет, это же простой. Мы уже разобрали. Это очень часто используемая фраза. Эта игрушка для маленького ребенка не подходит, не годится. Подходит, да, для, годится, для. Интересiert an dativ. Дочь была заинтересована в книгах. Опять же, слово нередкое, но чаще намного говорят. Sich interessieren für, интересоваться чем-то. Как глагол намного чаще используется. Misstrauers gegenüber. Die angestellten waren misstrauers gegenüber dem neuen mitarbeiter. Служащие были недоверчивы в отношении нового сотрудника. Sicher für dativ. Draußen sind wir nicht sicher für bieren. Sicher, как я уже говорил, отдельно. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Das ist sicher. Это точно, это надежно. Часто используется. Но вот в таком контексте с управлением довольно редко, на самом деле. Я бы даже сказал, крайне редко. Снаружи, на улице, мы не можем чувствовать себя в безопасности перед лицом медведей. Как-то вот так бы я литературно перевел. Благодаря своему доходу, она была независима от своих родителей. Так, а, ну дальше же мы говорили, что с un мы ничего не переводим. Опять же, все эти слова переведены в самом начале. Angenem приятно, unangenem неприятно. Если же вопросы по конкретному примеру здесь, спрашивайте в комментариях. Сразу напишу вам точный перевод. Мы не несем ответственность, или мы не ответственны за ваше настроение. Она была очень зла из-за шума, или даже обозлена. Вот так, эргерлих скорее зла, а фер эргерт обозлена. Verloppt mit dativ. Sie wollten sich mit ihrem Partner verloben. И опять они использовали глагол. Она была помолвлена со своим партнером. Verloppt mit, с кем-то быть помолвленным. И в принципе, вроде бы это у нас все. Нет, еще последнее слово. Чиновник не был ответственен за эту область. А verantwortlich für, быть ответственным чем-то, более что ли глобальный смысл имеет. А zu schlendlich более частный смысл. Вот я ответственен за эту сферу работы нашей фирмы. А verantwortlich также еще более разговорное слово в обычной жизни. А zu schlendlich именно что-то такое профессиональное. Окей, на сегодня это все. Я понимаю, что ролик получился длинным и сложным. Конечно же, воспринимать его нужно по частям. Делайте паузы, повторяйте. И все получится. Увидимся скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok